Церы этого зенитного ракетного полка еще вчера следили за воздушным пространством Заполярья с установок С-300. Но сегодня подразделение переходит на технику нового поколения. Сразу два ракетных комплекса «Триумф» по учебной тревоге приводят в боевую готовность. Направо! Идем напрямую! Это первое подразделение на Кольском полуострове, получившее подобные машины. С «Триумфом» военные пришли в Заполярье прямо с полигона в Астраханской области. Там во время учений ракетные установки поразили больше десятка целей. Мишени имитировали воздушные объекты противника. Это самолеты-разведчики, бомбардировщики и истребители, баллистические ракеты и гиперзвуковые цели. Одновременно обстрел новый комплекс позволяет вести сразу по трем десяткам объектов и на расстоянии в два раза превышающим возможности машин предыдущего поколения. Ноль первый! Контроль функционирования проведен, аппаратура исправна. Принял! На развертывание комплекса уходит не больше семи минут. Еще пять на подготовку к бою. Это пульт управления «Высотный обнаружитель». Способен не просто найти мишень, но и подсказать военным, что несет конкретную угрозу. Встроенная аппаратура может классифицировать четыре вида целей. Это самолет, вертолет, баллистическая цель или аэродинамический беспилотный летательный аппарат. Если даже самолет взлетает на базе в Норвегии, то со взлета он уже обнаруживается средствами разведки полка. Новые машины военные сравнивают с телевизором. Это все равно, что старый ламповый заменить современным жидкокристаллическим. Офицеры уже прошли подготовку в учебном центре под Петербургом. Солдаты-срочники овладеют оборудованием в процессе службы. Не исключено, что в скором времени триумфом обзаведутся и остальные зенитные ракетные части Северного флота.